Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители моего канала. Я нахожусь на 343 квартале, а напротив 342. Здесь вот торговый дом в Мерике, я его называю базар. Канцелярский магазин в этом сделали. А здесь вот 343 квартал, магазин продуктовый. Хочу немножко пройти, показать вам. Вот здесь вот горку взрослые сделали для детей. Сейчас покажу, подойду. Такая горка. В этом году снега-то много. Смотрите, какая длинная получилась горка. Она не сильно высокая, но снегу надо было много. Ступеньки такие у них. Здесь дети катались. И дерево такое, смотрите. Наклонённая спортивная площадка. И вот какая длинная горка. Мусор убирают. Сегодня где-то 15, может, градусов. Мороза, ветра нету. Хорошая погода солнечная. Я пошла делать свои шаги. 6 тысяч шагов. И потом пойду за продуктами. Вот это милицейский дом. Почему? Я знаю, что он милицейский. У моей сестры подруга здесь жила. У неё отец какой-то милицейский чин имел. Большой. Так, а это вот бывшее общежитие музыкальной бою училища. Так, машина. Там, наверное, так пойду. Потому что я туда-сюда смотрю. Там садик. И это могу не заметить машину. Хотела на скамеечке варежку одеть на руку. А здесь все скамеечки машинами заняты. Вот так вот, видите, не подойдёшь. Сейчас там попробую. Хорошо сегодня. Ой. Когда ветра нету и мороз не чувствуется. А вчера ветер был. Знаете, что хотела сказать? Вот про Варю в Акибастусе же говорила. 15 декабря. Час пол первого ночи. Была авария у нас на первой городской ТЭЦ. Была авария. Сейчас одену варежку. Сгорело 6 метров транспортера. А в ту ночь как раз была самая такая температура низкая. Где-то больше 30 было градусов. И хорошо пожарные приехали быстро. Потом МЧС подключилась. Взяли на контроль с республики всё это. И это как его, чтобы не снимать людей. Вызвали МЧСников и ещё, по-моему, солдат, которые служат в МЧС. Ну, так я поняла. Где-то 100 человек. И они разбили их на три группы по 30 человек. И они всю ночь подавали уголь вручную. Вёдрами. Потом менялись. Вот такое у нас произошло. Ну, не знаю. Несколько дней прошло. Ещё, по-моему, там не было того, что сделали этот транспортер. Потом выступал, наверное, инженер, я так думаю, какой-нибудь. Ну, может, этой ТЭЦ, бывает там инженер или не бывает, я не знаю. Ну, какой-то служащий выступал. И говорил, что, оказывается, вот этой ТЭЦ, первой городской, вот здесь асфальт сделали, так хорошо в это лето. Пойду по этой дороге. Здесь мало людей. И буду говорить с вами. И, значит, он сказал, что эта городская ТЭЦ была построена в 1930-е годы. Я чуть не упала. Представляете? 90 лет. Вот так вот сказали, что в нашем городе изношены сети. 90 процентов. Потом насчёт новой... новой ТЭЦ, не ТЭЦ, а как-то она по-другому называется, которую хотят современную построить. начали строить 10 лет назад и забросили. Теперь снова будут возобновлять. и она будет построена к 26-му году. Там какие-то работы уже произведены. Будут строить эту ТЭЦ на весь город. И я ещё давно слышала, что соединять левый и правый берег будут подводные, под Иртышом будут проводить трубы. Не знаю, как это будет, но если всё будет по-нормальному, то не должно, потому что у нас на нашем берегу более-менее отопление. Вот это двор школы, спортивная площадка, дети там тоже горку сделали, но отсюда не видно. И вот они катаются, но здесь повыше горка. И гвалты у них. Так, вот подхожу к стандарту, вот этот стандарт розовое здание, а за ним колледж. Электротехнический колледж. Вот такие у нас новости. Чуть тоже у нас не случился коллапс. Но быстро среагировали и быстро ликвидировали. А теперь, когда отремонтируют, неизвестно. Мороз очень тяжело говорить. Задыхаюсь немножко на морозе. Ну, вроде больше нету никаких новостей. Таких экстренных. Поэтому я говорила, что я боюсь эту зиму. Вообще, как наступает зима, у меня такой страх. Потому что, ну, ничего не делали. 30 лет только деньги собирали. Вот так вот. Проверка приборов. Улица Челюскинцев. Как это еще? Эту улицу не переименовали. Вот сертификация. Национальный центр экспертизы и сертификации. Ой. Я помню, что-то сдавала счетчик какой-то сюда. На это. На проверку. Так. Вот видите, его таким сайдингом сделали. Забор такой железный. Вот. Колледж. Радиотехники. Радиотехники. А я что попала, сказал. Радиотехники. Я путаю их. Электротехника. Радиотехника. И в этом году вот здесь вот сделали тоже асфальт. Вот по этой улице. Сейчас, если будет название, я скажу. Здесь небольшой такой зеленый островок. Вот это желтое здание, магазин в одном крыле. А тут, похоже, что хотели сделать или автомойку. Потому что такие для больших этих ворот, дверей. А вот. Вайсолыкова. Не вижу ничего. Кое-как увидела. Там на белом не могла прочитать, а вот на темном прочитала. На белом все вот так сливается. Теремок называется магазин. Я тут была. Хороший магазин. Все есть продукты. И так сделано очень хорошо. И не очень маленький он. Кажется, что маленький, но внутри он большой. Так. Вот здесь вот асфальт. Но сейчас все у нас занесло. Сейчас дойду до Пугачева. Сейчас это улица до Стенова Пугачева. По этой улице я не ходила, не показывала вам. Никогда. Никогда. Вот это вот. Ладно, подойду поближе. Расскажу. Там. А, еще. Вот видите? Большой дом. Такие там лучшие, большие. Как целая квартира. Его построили, тот дом. В этом году. И что вот я раньше говорила. Вот где свободное место найдут, туда и воткнут дом. Никакой планировки, никакой застройки. Тут хаотично по всему городу расположены дома. Недавно смотрела блогеров. Ну, это как бы, по-моему, с телевидения или что у них, программа какая-то насчет вот этой незапланированной застройки, потому что очень много денег выделял, оказывается, Усть-Каменогорск. Но все эти деньги были разворованы. Ой, там миллиарды. Даже не буду вспоминать, сколько, я не помню. Это баня новая. Миллиарды деньги. И поэтому вот так они сделали по всему городу. И на том берегу тоже так же такие хаотичные застройки в центре, которые невозможно проконтролировать. Ну, проконтролировать-то можно. Просто кто бы это делал? Вот. До Стенова дошла. А, хотела показать. Ну, ладно. Это мне надо на ту сторону перейти. И сейчас постараюсь скользко, чтобы показать, что я хотела вам показать. Вот там первое высокое здание. Это школа. Потом баня. Кочегарка от бани. Вот тут магазин. Здесь вот баня. И вот этот дом, который построили. И там написано, продаются квартиры. Название как-то этого дома. Так. О, написано. Баня с бассейном. Видите? Все удовольствия. Там гостиница дальше. Пятерка написана. Пятизвездочная. Обалдеть. Достаиваю 55. Смотрите, какие лоджии. Какие окна большие. Шесть этажей. Написаны номера телефонов. И продажи квартир. Ну, здесь, конечно, слишком близко к дороге. Ну, после восьми часов здесь мало. Основная дорога другая. Здесь мало кто ездит после восьми часов. Транспорт не ходит у нас после восьми. И кто-то говорил, что у вас там за военное положение после восьми не ходит. Да, это уже вот как после девяностых не ходит и не ходит. Вот я дошла до перекрестка. Дальше не видно телефон. Может, и видно. Там дальше областная. Ну, она... Теперь, наверное, опять будет областной. Там очень много зданий. Целый городок. Отстал. И теперь, как мне пройти? Вот. Для людей нет прохода. Только для машин. Женщина. За рулем. Вот. Дина. Магазин продуктовый. Немножко видно. Вот там здесь светофор. Дальше пятиэтажное здание. Это больница. Одна из... Там их много. На этом заканчиваю свое видео. Подписывайтесь, если хотите, на канал. Я подошла к улице. Сейчас скажу. Вот здесь пятерка раньше ходила. Если хотите, ставьте колокольчики. Вот улица Джангильдина. Вот здесь пятерка поворачивала и ходила по этой улице. Сейчас она идет вот прямо через областную. Все автобусы идут через областную. Все. На этом заканчиваю свое видео. Всем всего хорошего. Будьте живы и здоровы. Всем мирного неба над головой. И тепла. В душе и в доме.